Об обострении ситуации в отношениях Ирана и Азербайджана рассказал в интервью Кавказскому бюро российский аналитик Григорий Трофимчук. Несмотря на заявления Москвы и Баку, в Тегеране волнуются по поводу Зангизурского коридора. Разве закрывает ли этот коридор путь Ирана в Армению? Или тут есть что-то другое? Зангизурский коридор не имеет отношения к пограничным делам вообще. На то он и коридор. Однако Иран беспокоит сама тенденция, которая, как ему кажется, приведет к тому, что рано или поздно исчезнет и Ирана армянская граница. Иран не чувствует в Армении никакой силы вообще, поэтому полагает, что она не сможет противостоять такому развитию событий, даже в связке с Россией. Иран уже имеет многолетнюю глобальную блокаду со стороны США, но теперь ему кажется, что новая изолента пройдет уже непосредственно по его границам. Разубедить Тегеран в том, что такого сценария нет, у Баку и Анкары не получится. Иран максимально насторожился. И это даже безо всякого израильского фактора. Тем более, что в Москве иранский посланник не услышал, по всей видимости, для себя ничего ободряющего. Разве формат 3 плюс 3 не должен быть урегулировать все острые вопросы? Почему в Тегеране так агрессивно торопят события? Что их именно волнует? В теории, должен. Но мы имеем дело с практикой, с подвижной, ежедневно меняющейся военно-политической обстановкой. Не совсем до сих пор ясно, как конкретно будут сочетаться такие формулы, как 2 плюс 2, когда еще недавно предполагалась переговорная платформа для Баку, Еревана, Москвы и Анкары. Или теперь 3 плюс 3, с той же Минской группой ОБСЕ, расставаться с которой не спешит никто. Кроме Азербайджана. Но что такое формат 3 плюс 3? На деле получается, скорее 3 минус 3, так как Россия, Армения и Иран, как бы по факту находятся напротив другой тройки. Баку, Анкары и Грузии. Грузии, которая сейчас вообще не при делах и была записана сюда по какой-то странной случайности. Как бы нам всем в конец не запутаться в этих формулах. Также, по всей видимости, думают и в Тегеране. И это мы еще не касались проблем Каспия. Это море вполне может быть тоже нагрето, в силу развития всех этих событий. Но Иран слишком поздно проснулся. Он еще мог эффективно отреагировать на тенденции, когда азербайджанские пограничники остановили для проверки первые иранские грузовики. Но высокопоставленные представители Тегерана начали произносить после этого слишком много слов, что показало, событие опередил Баку, а не Тегеран. А когда в Тегеране предложили строить новую дорогу, соединяющую иранскую территорию с Арменией, восточнее действующей, то это уже можно было считать первой небольшой победой Азербайджана на данном направлении, хотя ее никто особо и не ожидал. Похоже, что в Тегеране просто не знают, как действовать в сложившейся обстановке. Впрочем, это не новость, чиновники так действуют почти везде. Встреча глав МИД России и Ирана. Не дал ли Лавров понять своему иранскому визави, что Москва не допустит изменить итоги 44-дневной войны и против дестабилизации в регионе? Представитель Ирана должен был еще раз убедиться в Москве, что Россия это далеко не СССР. В том числе в смысле поддержки таких терминов, как сионисты. Москва не собирается накалять свои отношения ни с боку, ни тем более с Тель-Авивом. Москва должна была дать понять Тегерану, что пусть все остается как есть, не надо никаких лишних движений. Здесь надо отметить, что и в Тегеране, и особенно в Москве, допускают одну и ту же стратегическую ошибку, которая дорого обойдется обоим. Не надо ждать, когда Запад, США ослабят свою санкционную хватку, такого уже не произойдет. Но они, тем не менее, ждут у моря погоды, теряя золотое для себя время. Таким образом, если Иран решит пойти по пути эскалации, то есть дальше произносимых слов, то останется один на один со своей войной. Иран всегда делает стандартную ставку на размещение своих военных корпусов на территории других стран. Но в случае с Южным Кавказом, такая тактика не сработает. К тому же, за спиной теперь в любой момент может вновь активно загореться Сирия.